Вот это панцирные клещи лесных почв. Близкие их родственники, терглифиды или амбарные клещи, панцирь не имеют. В складах и хранилищах они могут вредить зерну или муке, если эти запасы имеют повышенную влажность. Поэтому надо хранить продукты в сухом состоянии. Живут эти клещи в гниющих растительных запасах. Клещи жуют, жуют и быстро растут, торопятся использовать неустойчивую, быстро исчезающую пищу. Внешне, правда, это очень медлительное животное. Из яйца выходит личинка, у которой всего шесть ног. Она линяет, превращается в восьминогую нимфу, а нимфы через две линьки во взрослые животные, которые откладывают яйца. Весь цикл от яйца до яйца проходит часто за 3-5 дней. Численность клещей нарастает лавиной. Вот запасы пищи кончаются или подсыхают, кажется, грозит катастрофа. И тут, повинуясь каким-то сигналам, в очередном поколении появляется совсем особая стадия, которой не было при благоприятных условиях. Это гиппопус. Гиппопус не питается. Он одет плотным защитным панцирем с микроскопическими присосками. Главное его назначение попасть в другое место. Расселяются же гиппопусы с чужой помощью. Жук или муха служит им своеобразным трамваем или вертолетом. Присоски плотно держат таких пассажиров. А главные гиппопусы обладают удивительной стойкостью к осушению, ядам, недостатку кислорода. Они могут не погибать несколько месяцев, поджидая живой транспорт. Попав на влажные продукты, клещи отцепляются, линяют питающиеся нимфы и цикл продолжается. Попав на влажные продукты, клещи отцепляются, клещи отцепляются, клещи отцепляются, клещи отцепляются.